Приветствую вас, дорогие мои раки! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас краткий обзор главных событий марта месяца, весеннего месяца. У нас он сегодня плюс два. Всё течёт, ручьи бегут, солнышко светит, птички уже поют вовсю. Вот такая погодка интересная. Ну ладно, не буду вас томить ожиданиями, начну. Итак, главное событие этого месяца. Каким будет ваш настрой, ваше настроение? Ну, шестёрочка Пентакли. Возможно, настрой связан с тем, что кому-то надо помочь. Или наоборот, попросить помощи. Возможно, настрой у кого-то связан с финансовыми какими-то делами. С финансовыми, может быть, проблемами. Вполне возможно. Но не факт. Может, просто с финансовыми делами. Тут всё зависит от того, чего это касается. Может, вы ждёте какую-то прибыль. Настроены на получение прибыли. На получение, допустим, премии. Или на получение подарка. Либо настроены на, наоборот, кому-то подарить подарки. Может быть, кто-то из вас настроен на получение кредита в банке. Или, наоборот, на полный расчёт по кредиту. Вот как-то так. Ну что ж, идём дальше. Что у нас там с нежданчиком? Постоянно забываю. Ну, пятёрочка кубков. Ну, что сказать. Ну, может быть, кто-то обидит. На кого-то вы обидитесь. Вот. Хотя, может, и другая ситуация быть. Вы кого-то обидите. И придётся потом приводить порядок эти отношения. Нарушенные отношения. А может быть, апатия нападёт. Депресничок. А знаете, когда сильно устаёшь, выматываешься. И психологически, и эмоционально выматываешься. Бывает, наступает, что вообще ничего не хочется. Глаза бы, как говорится, ни на что не смотрели. И руки ничего не хотят делать. Вот. Почему-то вот карта решила сделать... Таро, вернее, решила сделать акцент, показав вам эту карту. Ну, видимо, запомнится. Может, это с прошлыми какими-то связанными делами. Вот. Либо с нынешними. Всё может быть. Ну, по крайней мере, для вас это будет неожиданно. Почему вас это накрыло? Или почему вот такое возникло состояние? Или почему сложилась такая ситуация, которая вас вот так вот обидела? То есть это будет неожиданностью. Ладно, идём дальше. Что там с реализацией? Знаете, вот, может быть, вы твёрдо были уверены, что вы получите финансовую помощь. Или получите кредит, вот как настроены были, да? Но, по факту, планы разрушились неожиданно. И для вас это действительно было шок. Почему? Вроде бы всё уже договорились. Всё сказано были, слова документы оформлены. И тут, здрасте, ваша тётя, приехали. Бывает? Бывает. По поводу реализации планов. Да, планы можете вы реализовать, но, похоже, вам потребуется помощь, содействие. Не обязательно вот таких помощников, которые вот рядом будут. Может, это консультации потребуется. Может, потребуются специалисты со стороны, которые лучше в этом деле разбираются, лучше умеют это делать. Такая, знаете, вынужденная компашка, если можно так сказать. Ну, это часто бывает, когда вот дома необходимость вызвать сантехника, электрика, что-то починить, что-то наладить, установить и так далее. Да. Кто-то, возможно, планирует какой-то ремонт провести, потому что сейчас уже весна, наступает тепло, можно вполне заняться такими делами. Делами, кстати, в том числе и садовыми, огородными и прочими. Да, планы, конечно, у вас такие практичные, скажем, что-то сделать конкретно. Земные дела, земные планы. Ну что ж, всё получится, карта говорит, всё получится. Ну, иногда вот придётся приглашать на помощь кого-то. Так, хорошо, идём дальше. Что у нас с событиями в основных сферах вашей жизни? Начнём с деловой сферы. Работа, бизнес, дела домашние, дела хозяйские. Ну, здесь, похоже, придётся повоевать, друзья мои. Не знаю, с чем это связано. Но, тем не менее, не всё будет просто. Да, напряжённенько, напряжённенько. Ну, в принципе, опять же, такие ситуации сплошь и рядом возникают. И на работе с начальством, с коллегами, и, в общем-то, и в бизнесе тоже хватает. Моментов с конкурентами, с контролирующими органами в том числе. Да, и дома тоже. То есть, в любом случае, карта говорит, будьте благоразумны. Старайтесь не раздувать пожар. Вот, ну, уж если припекло, если вынудили, то, может быть, оно и стоит повоевать. Вот так вот. Но, тем не менее, не теряйте контроль, не теряйте голову. Идём дальше. Что там с финансовой у нас стороной? Домочаж. Ну, не исключены эмоции, друзья мои. Не исключены. Придётся поволноваться по этой части. Но, если это карта, вы. Если это карта, вы. Другая сторона вопроса. Для кого-то это помощь. Помощь некого персонажа. Может, женщины, может, мужчины. Кто к вам очень хорошо относится. И всегда готов вам и окажет финансовую помощь. Финансовую поддержку. Учитывая, если, допустим, у кого-то по работе настолько будет всё конфликтно, что придётся уволиться. И пока вы ищите новую работу, потребуется помощь. Хорошо. А что касается отношений. Звезда. Ну, если говорить о парах, у кого есть пара, карта звезды, конечно же, говорит о новых ваших планах, совместных планах на будущее. Может, кто-то решит, что пора младенца займить. Кто-то решит съездить попутешествовать. Совместное путешествие. Или переезд куда-то далеко. Тоже может быть. Так же карта может указывать на то, что в отношениях наступит новый период. И этот период может быть связан с тем, что либо ваша половинка вас увидит в новом свете, в таком, ну, естественно, в радушном, в хорошем свете. Либо вы свою половинку увидите, вот, что, ого-го, оказывается, рядом-то со мной золотой человек. Понимаете? А вы не ценили или недостаточно ценили, или не видели этого. И тут вдруг вот раз и высветилось это. Если у вас еще только новые отношения, только-только, как говорится, завязались, то карта говорит о том, что эти отношения будут очень долгими. Ну, вот, единственный, может быть, минус для отношений по этой карте, ни в коем случае не надо идеализировать свою половиночку. Да. А мы этим практически постоянно занимаемся. Поэтому, как только поймаете себя на этой мысли, говорите себе «стоп». Снимайте там розовые очки или что-то и возвращайтесь в реальность. Что касается свободных раков, ну, что ж, друзья мои, вы в мечтах, вы в фантазиях. И не теряете надежду, что когда-нибудь появится в вашей жизни человек, который будет вас любить, которого вы будете любить. То есть человек по судьбе, который даст вам счастье, окружит заботой, любовью и так далее. Ну, на данный момент, на данный момент, как скоро это будет, ну, карта, конечно, не говорит. В этом месяце вряд ли. Хотя, всякое бывает. Вот такие пирожки. Ну, что ж, а теперь давайте спросим советом. Совета «Оракула затмения». Ну, в общем-то, знаете, неделька, я бы не сказала, что уж сильно такая вообще. Может быть, будут, конечно, какие-то моменты напряжённые, но это не критично. Не критично. Итак, совет. Магия. Ну, тут либо совет провентилировать этот вопрос. Может, на вас кто-то оказывает магическое воздействие, энергетическое воздействие. Для кого-то, может, это совет окунуться в эту сферу. Особенно, если вы уже поглядываете левым глазом. Может быть, совет провести какой-то ритуал для расчистки негатива, допустим, да? Для улучшения финансового состояния или ещё чего-то. Ну, вот как-то уж слишком буквально, да, совет. Магия и всё. И точка. Знаете что? Вы присмотритесь к этой карте. Я думаю, что вы увидите свой личный совет. Всё-таки, что ни говоря, карта необычная, согласитесь, да? И вы все разные. Кто-то вообще далёк от этого. Кто-то вплотную этим занимается. Я думаю, действительно, что-то откроется своё, конкретное. Попробуйте, попробуйте. Ну, а я на этом закругляюсь. Мне остаётся пожелать, конечно же, вам обязательно удачи, обязательно здоровья, благополучия. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч!